Стоит ли отдавать ребенка в спортивную школу? Сергей Веть занимается в спортивной школе номер 3 классической борьбой восьмой год. Ему 15 лет. Юноша рассказывает, что решил попробовать себя в этом виде спорта после просмотра видео соревнований в соцсетях. По словам Сергея, борьба развивает не только физические данные, но и закаляет силу духа. Однако сложности возникают, бывают устают мышцы, да и морально не всегда просто. Тем не менее, юноше заниматься нравится. Конечно, мне нравится спорт. Я стараюсь, хочу добиться победы. Планируешь, чтобы связать дальше свою жизнь и спортом? Я думаю, да, буду идти до конца. В секции по борьбе занимаются около 50 человек с 8 до 18 лет. Это не только юноши, но и девушка. Молодая спортсменка тренируется по вольному стилю, молодые люди – по греко-римскому. Юношам нельзя делать подножки и зацепы, в отличие от стиля девушки. Ученики школы часто ездят на соревнования, однако сейчас коронавирус внес свои коррективы. За коронавирусом у нас были последние, мы ездили в Читу на ДФО, ну, первенство ДФО до 16 лет. Вот у нас мальчик один первое место занял там. Попал на Россию, но Россию отменили из-за вот этого всего. Вот сейчас у нас намечается 29 января еще одно первенство ДФО уже до 18 лет. И у нас также вот поедут 4 человека, посмотрим как. По словам сотрудников школы, эта организация – одна из ведущих в Магадане. В ней сложились свои традиции, достижения и профессиональный тренерский коллектив. История учреждения берет свое начало в конце 60-х годов прошлого века. В школе были представлены более шести видов спорта, обучались около тысячи детей. Сегодня в организации работает 23 тренера, пять из которых имеют звание «Почетный работник физической культуры». Корреспондент «Вечернего Магадана» Анна Гузаревич узнала о школе подробнее. В спортивной школе культивируются такие виды спорта. Базовое – это плавание, дзюдо, сампа, тяжелая атлетика. В планах на будущее в этом году спортивная школа хочет присоединить себе отделение кио, кушинкай, карате. Кстати, эта школа номер три является единственной в нашем городе, где существует отделение адаптивного плавания. Это отделение для детей с ограниченными возможностями. После окончания школы номер три многие ученики связывают свою жизнь со спортом, рассказывают работники организации. В наступившем году специалисты планируют расширить штат тренеров, а также популяризировать спорт. Продолжение следует...